Субтитры создавал DimaTorzok Перешла на рабочий уровень Размораживаю ситуацию в том моменте, который покинула Я обращаюсь сейчас к Вине Прошу показывать ментальную карту Да, она показывает Перепроверяю Да, сектор контрактов пуст В секторе интерферентов еще есть инсектоид Я смотрю сектор программы эгрегоров Да, есть несколько эгрегоров И только их присутствие, только их наличие Передают некоторое оправдание Я не скажу право, скажу оправдание Этому инсектоиду находиться здесь Так, инсектор магии Перепроверяю сейчас, кто здесь Сейчас и на физике посмотрю Потом эфирное тело Да, я сейчас приказываю предстать в облике в соответствии с эфирным ДНК Давай на 1, 2, 3 Кутается во что-то прячется Хорошо, я снимаю все защиты на свете и магии колдовства Запрещаю переброс кармы Очищаю пространство И приказываю всем программам замолчать Чтобы я могла считывать только истинную и правдивую информацию На 1, 2, 3 Да, приказываю предстать в облике в соответствии с физическим ДНК Кто это? Это проекция Николая вообще-то Очень сильно пряталась проекция Но опять же пряталась не по той причине, что Что это он так хотел На эфирном плане это выглядит иначе На эфирном плане Сейчас считаю Какой это уровень энергии вибрационной Это инсектоидная энергия Вовлечение, обвинение Вовлечение, обвинение Вовлечение, обвинение Вовлечение во взаимодействии Показывает мне сейчас Покажи само то воздействие Я потом перепроверю у Ирины Покажи то воздействие которая привела тебя в сектор магии, к твоей младшей сестре. Показывает. Он говорит, что в один момент что-то случилось со мной. Во мне боролись два человека, две личности. Он говорит, что испытывал чувство вины перед Ириной. А были моменты, когда злился на нее. Злился на нее. И злился на себя за те моменты, когда ее любил. Вот это двойственное какое-то отношение, борьба внутренняя показывает. Так, а по отношению к маме? Поясни, пожалуйста, по отношению к Марии. Каково было твое восприятие самой мамы? Такое же. То есть, хорошо, я поняла, что отношение к маме. Он как будто отзеркалил, он как будто копию кальку снял и переложил на сестру. Вовлек ее, маленькую девочку, вовлек в эти взаимоотношения. Стал воспринимать, как будто вот в его голове щелкнуло, что есть одно Ирина, продолжение Марии. Какая-то неразрывная связь он показывает. Как будто они есть, все две проекции одного и того же. То есть ты осознавал. Он говорит, да, умом я осознавал, что это два разных человека, а отношение внутри было идентичное. Я, говорит, путался. Я не осознавал, что во мне происходит, я не мог этого понять. Как такое может быть? Терялся. И по отношению к Ирине, что ты делал? Принуждал, вовлекал, принуждал ее переживать за маму. Внушал страх. И вот пробуждал брать на себя, побуждал брать на себя роль защитника. Пугал ее. Сам пугал или твои интерференты? Интерференты, говорит. Потому что вот в нем инсектоидная энергия очень мощная проявлялась. Уж когда он ее подхватил, не знаю, но... Может быть, покажешь, когда подхватил эту энергию? Да, говорит, покажу. Хорошо, покажи. Он себя показывает в компании четырех парней. Но не парней, я бы сказала, подростки, старшеклассники. Да, подростатный период и возраст. Сколько тебе было тогда? Двенадцать с половиной называют возраст. И некая борьба за лидерство в этой группе. Согласиться, либо подчиниться, либо показать себя мальчиком, либо заявить, что ты взрослый и доказать всем, что ты уже взрослый. Что ты можешь себе это позволить, и что ты не боишься наказания от родителей друг перед другом. То есть борьба за лидерство в некой иерархии, которую выстраивают в взаимоотношениях группа мальчишек. Я поняла. Значит, с этого момента. И позднее. Говорит, дальше хуже. Ясно. Хорошо. Я сейчас хочу спросить. Хочешь ли ты изменить эти события? Отменить события произведенного насилия над сознанием своей сестры? Да, говорит, хочу. Хорошо. Покажи, как ты это делаешь. Хорошо. Он избирает вариант покинуть. Он говорит, что я взрослый. Вот он собирает чемоданчик. Говорит, вы без меня справитесь. Я сам. Он просто уезжает. Говорит, я буду помогать, чем смогу. Он говорит, без меня. Без меня. Он говорит, я надел на себя не свою роль. И посчитал, что я в праве командовать мамой. Я хотел возместить нехватку мужского присутствия, влияния мужских энергий, мужского взаимодействия. Но, говорит, я не с того начал. Я проявил худшее. Что называют мужским присутствием в доме. Хотя стремился к другому. Да, он показывал, что он перепроживает. Он просто покидает. И весь этот эпизод вытирает, как кинопленку. И Ирина сейчас также перепроживает этот момент без его вот этих вызовов. Без вызовов с его стороны. И без необходимости защищать маму. Вместо того, чтобы принимать защиту отца и мамы, на ребенка была возложена необходимость защищать маму от брата. Это не есть хорошо. И в результате... Да, пока же свои блокировки изымай. Все это перепрожито уже. Поэтому ты можешь изъять все блокировки. Все зажимы эмоциональные в своей энергосфере и в ментальных полях. Высвободи себя от этого. Да, достает. Можешь перемодулировать, если это твои программы. Можешь уничтожить, если... В любом случае можешь уничтожить программу. И оставить только энергию, если она твоя. Всю чужую энергию. Да, она энергообмен предлагает полный Николаю. Возвращает ему все, что принадлежит ему. И забирает все свое. Да, она находит привязку, отцепляет привязку к нему эмоционально. Дает информацию ему в ядро сознания. Об освобождении души. Я также даю информацию о сеансе и о том, что происходило в предыдущих сеансах, которые я проводила. Да, он принимает информацию. Я хочу спросить, ты в настоящее время воплощен, Николай? Да или нет? Да. Да. Так, еще перепроверяю, истинно ли это так? Да. Покажешь на физике? Так, спрашиваю сейчас, истинно ли я картинку вижу. Да, говорят. Да. Молния показывает эмбрион вообще-то. Он мне показывает эмбриончик, у которого только формируются ручки-ножки. Ну, очень даже своевременная информация передана, он благодарит. Привязочки все отцеплены. Да, она провожает, провожает сейчас Николая за пределы своей энергосферы. Благодарит его за уроки и за опыт полученный. Все, закрывает портал. Да, создая ментальный пылесос, очисти все это. И покажи мне, пожалуйста, как ты впервые шла на первое земное воплощение. Что это было, когда это было. Угу, показывает. Ну, шла по доброй воле. По своему сценарию. Да. Она, проходя сквозь купола, утрачивала память, утрачивала свои энергии. С нее как будто бы стружку снимают, а взамен скафандр. Еще стружку снимают, еще скафандр. Еще стружку снимают, еще скафандр. И опустилась. Вот, вошла воплощение. Покажи мне самое первое воплощение. Мальчик. Давно это было? С каких пор ты на земле воплощаешься? Она показывает 1735. А вот женщина, которую мы видели тогда, это было тоже в 18 веке. Подожди, как это? Она показывает разность так в начале и в конце. То есть, по сути, женское воплощение, это было второе твое воплощение на земле. Верно я понимаю? Да. 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 А первое вот было мальчиком. Понятно. Хорошо. Хорошо. Давай, вот еще что сделаем. Входила по своему сценарию. Проверь, пожалуйста, с того момента и по моменту здесь и сейчас. Весь свой свет, все свое участие в матричных структурах. Извлекай. А вот на основании контракта матричную пуповину устанавливали. Это уже когда пошла на повторное воплощение. И уже прописали. Вот один контракт написали, в котором принудили согласиться умереть в мучениях хаотифа. Ничего себе. Хорошо. Я поняла. Итак. Да, привязка к матрице пуповина. Извлекай ее, где она тут зацеплена. Доставай. Хорошо. Ячейку. Полетели по этому шлейфу. Ячейка матричная, где хранится частица твоей памяти души, частица твоей энергии сознания твоего. Да, очистить нужно, что прежде чем строить. Да, она делает. Очищает. Аннигилирует фильтр. Сама ячейка. Извлеки из матричных структур все упоминания о тебе. Извлеки весь свой свет. Информационно-энергетически из всех эгрегоров себя можешь изъять. Из всех исторических, псевдоисторических фрагментов, фантомных вероятностей. Извлеки свой свет из всех клонов, из всех репликантов. Возврати создателям этих виртуальных, этих параллельных пространств и времен. Пространственных временных карманов, я бы сказала, создателям. Возврати всю их карму, всю карму, наработанную твоими клонами, без твоего ведома и без участия твоего волевого центра. Возвращает. Возврати себе всю свою генетику эфирную и все варианты твоей генетики на любом из уровней по всему фракталу. Восстанови свою целостность. Перезапусти все процессы, необходимые для естественной, эталонной, нормальной жизнедеятельности твоего присутствия. Да, делают. Хорошо. Да, саму матрицу в своей энергосфере ты можешь уничтожить вместе с эгрегорами, символами, вот всеми этими литературными источниками, в которых упоминается о тебе. Весь свой ресурс забираешь. И вот сейчас просканирую, проверь, целостна ли твоя душа на все 100%. Нет. Сколько их чистить души не хватает? Она говорит, было три, не хватало. Сейчас двух не хватает. Перепроверяем. Да, двух не хватает. Да, ты можешь призвать, где бы они ни находились, кем бы ни удерживались, и пропустив через фильтр, встроить положенное место. Да. Сделала. Фильтр в аннигилятор. Давай проверим, существует ли привязка или контракт или твое согласие на подключение к христианскому эгрегору. Нет. Сам христианский эгрегор аннигилирован. Хорошо. Хорошо. Просканирующий свою энергосферу. Есть ли переброшенная карма из этих эгрегоров, либо от сущностей, которые... Сущности, либо люди, служители этих эгрегоров. Просканирую. Говорит, что уже все возвратило. Прекрасно. Да, возвращаемся в момент здесь и сейчас. Поле сеанса, перезапись на момент сейчас. И удалить можешь все последствия, все воздействия и последствия, а также этого интерферента. Он попросился в свет. Послушай его, пожалуйста, что он говорит. Он говорит, я жертва сильных мира сего. Кого ты называешь сильными? Он осмелел. Сейчас спорта нету, он осмелел. И вот называют его имя. Говорит, я не мог. Не действовать я не мог. Не подчиняться. Он говорит, я осознаю, что это мой первый и последний шанс. Он просит отправить его в свет. Решение за тобой. Да, в свет, она говорит, в свет. Хорошо. Может призвать силы кармы, свет первоисточника. Информационно-энергетически она сопровождает его, буквально как будто этикетку наклеивает на эту энергосферу. Да, и передает силам карму, так из рук в руки, эту банку с инсектоидом. Да, они забирают, благодарят, закрывают квартал. Хорошо. Проверяю ментальную карту. Все чисто. Хорошо. Хорошо. Покажи мне основную свою проекцию и энергосферу. Энергосфера еще с такими включениями, как будто мелкие пузырики плавают в большом пузыре. Большой энергетический шар, а в нем как будто мелкие такие плавают, и они как бы инородные, а не другие. Да. Я поняла, основная проекция. Высокая, светлая, женская ипостась. Даже крылья вижу, крылья есть. Но так интересно, раскрываются они полностью. Как будто взмах и не хватает импульса раскрыться полностью. Так, чуть-чуть только вот градусов на... От вертикали до градусов на 30-35. Покружись, саккумулируя энергию еще раз и вспыхни еще раз. И пусть вывалится из энергосферы все ментальные конструкции негативные, все привычные какие-то психоэмоциональные реакции. Извлеки это все. Угу. И в аннигилятор. Да. А теперь позволь себе взмахнуть крыльями в полную силу. Да, получается. Секрет в том, чтобы позволить себе. Пока у нас шум взвешивает, чего мы в этой жизни достойны, мы растрачиваем по пусту свой потенциал. Хорошо. Понятно. Хорошо, давай дальше просканируем. Включен ли сейчас твой внутренний контролер? Развлечение добра и зла. Истинные лжи. Вибрационных уровней развлечения. Выключен. Найди его и активируй. Да, сделала. Хорошо. Баланс я тела, я энергия. Ну, 60 на 40. Да, она сейчас выравнивает. 50 на 50 устанавливает. Хорошо. Так, проверяем наличие некротической энергии. Нет, в данное время нет. А вот еще, давай посмотрим. Привязки ко всем людям, с кем когда-либо встречалась в своих земных воплощениях, да и в любых других. Если есть эмоциональные привязки, ты можешь призвать всех, вот прямо сейчас, давай вспыхни, взайми огромное-огромное пространство и пригласи всех, с кем когда-либо взаимодействовала. Да, позвала. Да, она дает информацию всем в ядро сознания, она благодарит всех за уроки и за опыт, она находит привязку эмоциональную к каждому из них и демонстрирует, что у них есть подобное и говорит, что освобождает себя от их присутствия и высвобождает их от своего присутствия. Она говорит, что она в одностороннем порядке развязывает все кармические узлы, если таковые существуют. Она говорит, что осознает себя целостной и суверенной, и у нее нет ожиданий ни по отношению к кому из них. Она говорит, что она не ждет себе спасителя, потому что покоя на вселенной каждый сам себе спаситель. Говорит, и наше единство, оно продиктовано не желанием бросить все помогать другим, а взаимодействием, позитивным взаимодействием, не допускающим авральных ситуаций, не допускающим негативных ситуаций. Наше взаимодействие способно предусмотреть, предвосхитить любые неприятности. Хорошо, она благодарит всех пришедших, просит у них прощения, прощает их, прощает себя, открывает средний портал и провожает их, закрывает за ними портал. Хорошо, хорошо. Покажи-ка мне свое родовое древо, потому что на это нужно посмотреть. Да, показывает. Ну, они показывают дерево большое, крона густая. Так, ну вот наверху немного проглядывает свет, там как будто веточки, веточки. Веточки есть, есть веточки молоденькие. И листочки раскрываются молоденькие, они еще клейкие такие. Дерево очень, как сказать, изобильное. Слово такое пришло, изобильное дерево. Плодовитое дерево, еще идет. Плодородное дерево. Сейчас считываю наличие программ негативных, придающихся вот по роду, по отцовской линии, по материнской. Нет, я вижу здоровая кара, и ответ идет, что родовой программы негативной не существует. Нет, не существует. Нет, не существует. Она говорит слово распущенность. Она говорит, что это распущенность людей, с кем взаимодействовала в этой жизни. И поскольку это не впечаталось в генетический код, то самое время сейчас просто противопоставить свою волю вот той же Юлии, да, если о ней речь шла. Ей достаточно просто, ну, как бы, противопоставить свою волю искушением. Не идти на поводу усеиминутного желания. Не идти на поводу иллюзий. Да, она призывает сейчас Юлию, дает ей информацию в ядро сознания. И призывает ее мужа Максим. Да, он тоже здесь. Но так интересно пришла она тенью он. Она следом его призывает. Ну, как бы, не тенью, а следом. Вот идет просто более бледная прайкция. Я проверяю по имени. Да, идентификация полная. Это он. Да, она дает информацию в ядро сознания одному и второму. Она говорит, что это либо игра двоих, либо беда двоих. И поэтому в том, что касается напитков, она говорит, что важно соблюдать умеренность и деликатность. То есть им соблюдать умеренность, а ей соблюдать деликатность в разговоре об этом. Да, она информацию передала. Хорошо, еще раз давай я просканирую. Осталось ли в, ну, вот, как бы, вот эти злоупотребления, вот эти вольности, хоть малейший отпечаток они внесли, хоть малейший информационный след оставили на древе? Нет. 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 Она показывает, что омыто слезами. Могло бы остаться, но омыто слезами. То есть, как бы, выплакана, то есть, эмоционально прожита, осознанно эта зависимость, она осознанна хотя бы одним из членов рода, в частности, вот Ирины. И внутренний отказ, он неизбежно влияет и на само древо, вот на саму семью. Понятно. Хорошо. Она сейчас дает информацию в ядро, в ядро, в корень, в корень дерева, в корень родового древа, о том, что все души, вышедшие из воплощения и находящиеся в воплощении, свободны. Те, кто выходит, их не вправе никто удерживать, блокировать. Они могут создавать свои миры, входить, сотворять там все, что за благо рассудится. Вот слово опять звучит такое интересное, благо рассудится, сотворять. Сотворять пространство по своему разумению, по своему желанию. Да, но войдя в это пространство, закрыть за собой дверь. Да, сделала. Хорошо. Хорошо, отстраняемся от этой ситуации. Да, она Юлию и зятя провожает. Хорошо. Я у Юлии, пока она далеко не ушла, хочу спросить. Знаешь ли ты, кто является творцом твоей души? Да, говорит, знаю. А, понятно. Нет, другой творец. Творец этой вселенной, она дитя этой вселенной. Хорошо. Отстраняюсь от этой ситуации, мы продолжаем сеанс. Я предлагаю сейчас Ирине достать скрин своего талонного ДНК и просканировать сейчас свою энергосферу и сравнить. И привести свое эфирное ДНК во всей его многомерности, в каждой клеточке своего тела, привести его в соответствии с эталоном. Да, она начинает эту работу. Я возвращаюсь, когда вся эта работа будет полностью завершена. Эфирное тело наполненным, очищенным, плотным и энергетический тор имеет правильную форму и сам тор запущен. Да, все сделано. Хорошо. Так, еще давай вот что проверим. Наличие паразитарных включений в области энергетики. Твоей вот ближе к физике. Да, есть. Да, создай некий фильтр, извлеки из своей энергосферы все паразитарное присутствие, гельминты, бактерии, грибки, вирусы, все что угодно. Токсины туда же. Результаты медикаментозных внедрений. Все, что вредно в твоем организме. Все, что не соответствует эталону. Либо не соответствует твоему ДНК. Извлекаешь это все. Да. Да, результаты вакцинации. Вот туда же все. Это чужеродная ДНК, принесенная в свое тело. Да. Да, сделала. Да, ванигилятор. Проверяй все органы и системы, сгармонизируй их взаимодействие, выстроив всю очередность, все цепочки, передачи нервных импульсов, передачи информации о гормональном статусе, сбалансируй все потребности и возможности своего организма, запусти энергии вечной жизни. Да, в области тимуса убирай эту инъекцию на старение. Да, она убирает. Запусти энергии другие, другое программное обеспечение установи, которое посчитаешь нужным. Энергиями вечной жизни наполнись, энергиями любви, творения, изобилия. Из этой позиции просканируй все пространство своего пребывания, все, чего касается твоя рука, все, чего касается твой взор и твоя мысль. Она говорит, мой дом – земля. Хорошо. Да, я вижу, она увеличивается в объемах настолько, что планета кажется, ну вот, баскетбольный мяч, не больше. Да, она очищает все поля присутствия своего и наполняет энергией любви и благодарности к Матушке-Земле и ко всем людям, кто помогал ей идти по этому пути, в этой череде воплощений. Всем, кто вокруг, всем, кто вместе со мной, говорит. Она говорит слово «вместе». Она просто акцент делает на слове «вместе». Потому что все мы в одном месте. Мы все на планете Земля. И вот это слово «вместе» – это и означает, что сейчас она транслирует. Никто не может чувствовать себя отдельно от других. Никто не может, вне иллюзии, никто не может осознавать себя не вместе с другими. Это возможно только в иллюзии. Осознавать единство, свое единство с другими светочастицами есть высочайшее благо. Оно не допускает, это не допускает возникновения, охлаждения, да, охлаждения в отношениях и розни между людьми. не возникают трещин и недоверия, основанные на выкладках ума и негативного опыта собственного ума. Я сказала. Да, хорошо, благодарю. Благодарю. Я все озвучила для рациональной части. Угу, хорошо. Так, сейчас еще давай вот что проверим. Покажи мне свой поток изобилия. Угу. Да, показывает. Ты можешь сейчас убрать эту программу, расформатировать ее полностью и показать истинный поток изобилия, о котором ты знаешь. Да, показывает. Она говорит, я есть олицетворение этого потока. Во мне, сквозь меня, когда я позволяю протекать энергии творчества, течет энергия изобилия, потому как наша Вселенная изобильна и щедра, и потому, когда я осознаю себя в духовном единении с первоисточником этой Вселенной, нет никаких препятствий. Я сама себе не устанавливаю препятствий для принятия от первоисточника и от самой себя проявленного первоисточника. Нет никаких препятствий проявлять в этом мире свою суть быть энергии творческого изобилия. И для реализации моих творческих планов, моих задумок, моих благих намерений у меня всегда есть необходимый ресурс. И я выражаю моё намерение быть готовой принимать его по мере необходимости. А необходимость в нём возникает тогда, когда мои цели светлые, когда я движима благими целями во благо себе и во благо другим. Тогда складывается всё наилучшим образом, и мой путь светел, мой путь лёгок, мой путь приятен и плодотворен. Да. Она объясняет. Хорошо. Так. Я сейчас предлагаю сделать небольшой перерыв. Угу. Да, она меня отпускает. И затем мы уже войдём, чтобы провести завершительную часть сеанса, потому что Лера нас ждёт. Она проявляет нетерпение. Она как будто вот от нетерпения ножкой топает. Ну когда уже? Хорошо. Я замораживаю ситуацию в этом моменте, отстраняюсь от всех, от всего. Покидаю поле сеанса. Проверяю мою энергосферу и возвращаюсь всем сознанием. Физическое тело на один, два. Вибрации очень высокие. Я погружаюсь очень глубоко. Настолько глубоко. Я вас ещё не слышу. Микрофон выключен. Я погружаюсь настолько глубоко, что как будто выключается внимание. Улетаю. Включите микрофон. Скажите, что у вас как делать. Ой, а ты... Вот это да! Да! Да, ты точно там ножкой топаешь от нетерпения, да? Да! Она мне тут... Ну когда я? Когда я? Вот, видишь, я себе одела на глаза такую масочку, но всё равно подглядела. Как это? Как это? Ну я не знаю, а как я увидела? Как-то же я увидела, что ты топаешь ножкой. Когда уже про меня? Когда уже со мной. Так что почувствовала как-то. Увидеть не увидела, но почувствовала, что тебе уже не втерпёшь. Тут вообще мне тоже мешают. Потом, конечно, запись надо будет. Какие-то телефонные звонки. Лере, Юля там. Ну что вы, где? Об этом же сеансе как бы... Никто не знает. Ну, знаете, это незначительные помехи. По сравнению с тем, что вас там по ножке гладили, это незначительные помехи.